Ну что, всем привет! С вами Артем. Давайте запишем какой-нибудь маленький гайдик. Он будет мал, будет записан в ночное время одним дублем, но я думаю вам понравится. Итак, о чем идет речь? Пытаемся проходить линейку квестов Кровь и Кость. Это бойцовская линейка для рукопашников, но многие ее тоже стремятся забрать, чтобы сделать свое прохождение максимально полным. И не у всех хватает ни статов, ни каких-то может быть навыков или даже понимания рукопашки в Кибербанк, чтобы справиться с последним боем, потому что он очень сильно по сложности отличается от всех предыдущих, и он здорово фрустрирует, давит на самооценку и на рвение к победе, назовем это так. Вот такой вот у противник по прозвищу Бритва. Он действительно очень силен, он убивает, как правило, с двух ударов даже подготовленных бойцов и это действительно здорово давит, особенно когда замечаешь, что сам ему урона практически никакого не наносишь. Бывает, 10 раз подряд стартуешь поединок и его здоровье останавливается к концу боя где-то на 97-95 процентах, в то время, когда раз щелчок, два щелчок и PV унесли. Да, да, все настолько сложно, но не переживайте, абсолютно проходимо. Сам сталкивался с этой проблемой, пришлось самому разбираться, потому что когда полез в интернет, начал изучать какие-то советы и гайды, делал это, конечно, полглаза, но что гугл выдавал в верхних строчках, то я и изучал. И все эти гайды очень противоречивые, пытаются усложнять, не дают прямых ответов, как, в принципе, устроен этот бой, и, в общем-то, бросают вас на растяжение советами, вроде, ну, делись хорошо и будет тебе счастье. Или там, прокачайся очень круто и, возможно, что-то получится. Или воспользуйся багом застреванием в ринге, он, кстати, уже не работает, его запатчили или читерством с гранатой, вот это вот все. Ну, хочется пройти честно, почувствовать себя настоящим победителем и вот это вот все. Все будет, не переживайте, продолжайте смотреть. Небольшое отступление по сюжету. Вот этот вот самый парень, устроитель боя, предлагает выбор. В общем-то, выбор сводится к тому, давай устроим подставной бой, ты все равно ляжешь, а так еще денежек насыпешь, я на тебя поставлю. Соответственно, сам заработаешь и дашь мне заработать. Смотрите, соглашаться или нет, дело ваше, но практического смысла ни в одном, ни в другом варианте нет. К этому моменту игры уже деньги совершенно не принципиальные, что-то там насыпят забой, что-то насыплет этот товарищ, выиграешь, проиграешь. Только это важно в данном случае. Как все будет происходить, чтобы выбор сделать правильно? Если мы соглашаемся читерить и проигрываем, он дает нам деньги или никакой стоп закрывается нашим проигрышем. Ну, типа все, играем дальше. Если мы выигрываем, чувак очень обижается, но денег все равно, кажется, даст. Ну, ничего особенного не произойдет. Играем дальше. Никакой стоп закрыт через нашу победу. Если мы не соглашаемся и проигрываем, оказывается, что он все равно поставил на нас, он даст денег и будет радость. По крайней мере, так пишет, я не пробовал. Вот. Ну, и наш настоящий вариант настоящих самураев, это мы соглашаемся в биться честно и честно, соответственно, выигрываем. Почему? Давайте и научимся. Видео получается из-за этого моего лирического отступления чуть-чуть затянуто, но это хорошо для Ютуба. Да и для нас с вами, ребят, хорошо. Тут мы все поняли. Так, первое, что я советую, это обязательно сделать правильную сохраненку перед боем. К тому есть несколько причин, но главное, это то, что пока вы не привыкнете к этому, к этой схватке, к этому квесту, не прочувствуете это все в руках, не уложите все правильно в голову, вы будете проигрывать. Это нормально. Кому-то хоть одного раза, кому-то десяток, но в любом случае, вот эти вот трудно проматываемые диалоги в самом начале будут вас очень сильно раздражать. Поэтому делаем сохраненочку ровно перед стульчиком и прежде чем, собственно говоря, нажать сохранить, сделайте такую штуку, зайдите в меню и как следует покушайте чем-нибудь хорошего. Подойдет самая обычная еда, которая дает небольшой буст к регенерации здоровья и подойдут любые совершенно напитки, которые увеличивают регенерацию вашей стамины. Стамина в этом бою даже важнее, чем здоровье, потому что, повторюсь, два удара. При небольшой прокачке, если вы не качали, как я, силовика и рукопашника, если у вас, как у меня, сила на пятерочке, но броней получилось обвешаться просто потому, что лут и крафт, то, скорее всего, убивать вас будут двух ударов. Ну, может быть, с одного, может быть, с трех. То есть здоровье здесь не такое принципиальное. Если вы не завязываете сюда какие-то дополнительные, уже сложно реализуемые тактики, они нам не понадобятся, ничего страшного. Соответственно, приняли немножко таких естественных стимуляторов. Это даже чисто психологически будет помогать. По крайней мере, стамина действительно нам очень пригодится. Что еще понадобится? Руки гориллы обязательно понадобятся. Желательно легендарные. И дело здесь даже не столько в уроне, столько в том, что у них есть потрясающе врожденная, так сказать, способность, не нуждающаяся ни в каком дополнительном обвесе. Это 20 процентов шанса нанести кровотечение. Отручение нам очень поможет. Без него можно обойтись, но это тоже такой приятный бонус, который здорово получить, если такая возможность есть. Делайте какие-то другие приготовления, делайте сейв, садитесь на стульчик. И здесь Виктор вам расскажет, сколько раз вы это послушаете. Зависит от вас, насколько сложен и жесток ваш противник. И также расскажет о том, что у него есть слабое место. Это плохо прижившиеся мышцы пресса, которые являются по сути его единственным уязвимым методом. Так что вам, в первую очередь, придется научиться в те редкие моменты, когда предоставляется возможность противника ударить, немножечко качать правым джойстиком вниз, ну или мыши, если вы играете на мыши, перед результативным ударом, чтобы, соответственно, панчи наносились в район пресса, в район живота. Это быстро выработается в пальцах. Самый главный совет. Абсолютно точно не махайте руками, не растрачивайте стамину и вообще не пытайтесь, как бы вам из угла, Виктор не кричал это делать, пресить противника. Гоняться за ним по рингу и вообще делать вот что-то, помимо того, что нам, собственно говоря, необходимо для победы. А необходимо нам следующее. Более-менее привыкнуть к его паттернам атак, ходить всегда в дальний угол и делать блок. Не специальный вот этот блок с контратакой, а самый обычный блок. Видите, что он на вас побежал, зажали кнопку блока, переждали его атаку. Это три трехударные комбы, вот вы их сейчас на экране по очереди все три видите. Заряженный супермен панч, который снимает очень много здоровья, если его не заблокировать. И еще одна очень неприятная атака, ее просто надо будет научиться видеть, когда он толкает вас руками, заставляя раскрыть блок и полностью снимает стамину. После этого сразу же уходить. Во всех других случаях блокируемся, переждаем его трехударку, наносим два удара в живот, хорошую двоечку. Отступаем обратно в свой угол ринга. Если вы эти два удара в живот нормально попали, то противник тоже отступит, даст вам возможность накопить стамину. Не держите блок при этом, а стойте с открытыми ручками, чтобы стамина все-таки копилась, а не зажималась. Будет очень плохо, если она у вас все-таки кончится в момент нападения врага. Ниже спокойненько ждите его следующей атаки. Зачем мы вступаем в самый угол ринга? Для того, чтобы сузить пространство, в котором может оказаться противник, после своих всевозможных финтов. Очень неприятно, когда он показывается где-то сзади или сильно сбоку, и приходится крутить мышью или джойстиком, чтобы его банально найти. Потому что, повторю, два удара и V-труп, поэтому встаем в угол, самый дальний от противника, ждем его атаки. Три удара это всегда. Выглядит комбо по-разному. В одном из них есть колено, в одном бэкфист, в третьем апперкот. То есть, всегда у нас есть передний панч, потом какой-то удар, и потом какая-то коронка завершающая. После этой завершающей, собственно говоря, коронки два удара по прессу. Все. Обязательно опускайте прицел чуточку вниз. Может показаться, что это очень долго и очень скучно, но нет. Всего несколько минут длится тупой, вы можете посмотреть на здоровье Хьюза Бритвы, оно уже, у него меньше половины. Я напомню, показатель силы у моего персонажа 5. В начале это будет очень сложно, но все-таки, если вы имеете сосредоточить внимание и вовремя успевать еще поглядывать на собственные, на стамин, на здоровье можно не смотреть, довольно бесполезно. Или тут уж 50 на 50, или выживешь, или умрешь. А вот понимать и видеть те моменты, когда стамина у вас все-таки вся ушла, и блоком вы пользоваться не можете, очень-очень надо. Кроме случая, у вас всегда есть двойной ворот в сторону, еще какие-то возможности, например, просто побегать по рингу, подождать, пока сработает регент стамины, напомню, мы его постарались усилить перед боем. Да, раздоровье будет чуть-чуть набегать, это тоже очень приятно, хотя и относительно бесполезно. И все. Кьюз Бритма не покажет вам каких-то дополнительных супертехник, выучив его 3 трехударные комбы, 1 супермен панч и вот эту вот обманку, после которой ни в коем случае нельзя нападать, а желательно сразу уходить и ставить блок, если у нас возникнут какие-то подозрения, этого будет достаточно. Вот она, кстати, была как раз обманка для того, чтобы победить. Для тех, кто хорошо умеет делать контратаку, то есть нажимать в блок в последний момент удара, я рекомендую это все-таки делать в момент вот этого заряженного супермен панча. Это самый удобный, самый простой способ для того, чтобы нанести вот эти вот свои криты и повысить наши шансы на срабатывание кровотечения. Кровотечение здорово помогает, но без него можно обойтись, выиграет оно вам, может быть, пару минут боя. Так что главное, не бояться противника, не делать ерунды, не пытаться его рашить, не пытаться его забить, а методично отрабатывать вторым номером из угла просто выдержанный блок. Да, я знаю, что многие великие бойцы интернета пополно используют боевую систему, вовремя уклоняются, вовремя атакуют, делают какие-то страшные вещи, но, как правило, не могут этого внятно объяснить. И самое главное, не могут вас заставить научиться, по крайней мере, быстро научиться действовать так же. Влаженно, быстро, четко, с полным пониманием. Поэтому, вот, пожалуйста, самый простой, самый честный и самый действенный способ. Пользуйтесь при хорошей сноровке, вы пройдете этот бой вообще самого первого раза. Будет вам счастье и много цветов, женских риков и чепчиков в ваших воздухах. За всем я с вами прощаюсь, напоминаю, какими лучше воспользоваться вещами. Это легендарные ручки гориллы, это повесить на себя побольше брони на всякий случай. Уровень здоровья вообще, в принципе, здесь не важен. При хорошем прохождении вас не ударят ни разу нанесением урона. Если вы более-менее как-то еще оснащены, у вас есть одно право на ошибку. Можете пропустить один удар. Дополнительным бонусом может выступить специальная насадка на киберимплант, которая в качестве, не знаю, второго или третьего последнего шанса страхует вас и наносит 20% урона врагу, когда ваш уровень здоровья критически снижается. То есть, если так получилось с регеном, с пропущенными несильными ударами и так далее, что вы от последней атаки соперника выжили, у вас стало мало здоровья, его очень здорово шибанулы током на 20-ку, это очень даже чувствительно. И вы сверху еще и можете повесить свою коронную двоечку. Это хороший помощник, но он, опять-таки, вам не обязательно пригодится. Как видите, этот бой был проведен с минимумом кровотечений и без вот этой самой уловки. Пожалуйста, можете еще раз посмотреть мои статы, ничего не скрываю, здесь нет ничего страшного. Это абсолютно точно не боец с ближнего боя, это нет раннер с руками гориллы, какой-никакой броней и какими-никакими обвесами на критический урон. На этом, наверное, давайте я с вами уже попрощаюсь. Пока-пока, поддержите лайком, если не жалко, играйте в киберпанк. Будет вам счастье. Счастливо, ребята. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!